Доброе утро, слушатели, студенты. У нас сегодня тема адвокатура. И я хотела бы сказать, что наше законодательство постоянно в изменении и дополнении выходит. Чем это связано? Я думаю, и вы со мной согласитесь, что наш Казахстан идет куда? Идет на международный уровень. То есть мы должны придерживаться, Казахстан подписал ряд договоров, и мы должны соблюдать этот договор. А там же нормы международного права. Поэтому ратификация того или иного конвенции, и после ратификации, когда Казахстан подпишет, выходит закон о внесении изменений и дополнений в Республику Казахстан. И этот закон может докладывать 20 изменений в подресне. Но мы с вами берем тот пункт, который касается адвокатура. Поэтому я хочу сказать, что в Казахстане в последнее время произошли изменения и дополнения. И называется закон РК о внесении изменений и дополнений в методы законодательной акции Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи. Данную информацию я взяла с источника, например, казахстанской правды, потому что казахстанская правда является основным журналом, который фиксирует все изменения и дополнения. Или наоборот, на усмотрение граждан могут посмотреть все граждане, только депутаты, которые голосуют. И предложить свои мнения, несогласия. То есть письменную форму могут отправить на законодательный орган, если не согласен с теми иными положениями. Поэтому у нас сегодня, мы ознакомимся обязательно с этим законом на 17 занятии. А сейчас я хотела бы вам предложить видеосъемку именно с участием работников правоохранительных органов и, в частности, работников адвокатуры, именно по изменению именно данного законодательства. Пожалуйста. Вот там где такой обыск, в городе. Да, в 17-м году мы создали комиссию по защите адвокатов, в которой мы собрали наиболее технику адвокатов, которые, во-первых, за свой счет, за счет своего времени, средств, выезжают в регионы и защищают своих хозяев. То есть адвокат на ответ с начала. Да, на ответ с начала. Угроза есть, постоянно адвокаты получают угрозы, исследования, создания угроза, правоохранительного органа, создания суда, пропорту, есть такие факты. Мы вынуждены уничтожить эти регионы, защищать регионы, защищать своих предприятий, защищать институты, защищать институты суда. Мы всегда обращаем внимание на нашу власть, на судовательство, на судах, прокурору, на непонятное соблюдение международного органа в области защищать института человека. Свою сна данный документ, это факт о гражданской политической правах, комиссия права человека. Есть составляющие, в принципе, правоохранительных листов, где он твердо струнул, что государство должно заключить, чтобы адвокат, ненависти, не предотвращаясь, не должен чувствовать, в связи с сочлением им своей деятельности. Поэтому мы всегда говорим о защите права адвокатства. Но почему мы об этом говорим? Только для цели того, чтобы мы могли свободно осуществлять свою деятельность. Мы могли без оплаты для себя защищать интересы своих предприятий, наших граждан. Иначе, если мы не сможем свободно работать, то мы не сможем в полной мере пройти с нами отдачу личную помощь. И не в итоге страдать не наши права, а права граждан. Сейчас много инициатив от руководства Верховного суда, в том числе, даже обсуждать и выслушивать мнения людей перед тем, как назначить человека на должность Верховного судьи. Это положительные моменты. И какое предложение они могут получить, допустим, может быть, областные судьи тоже, учитывая общественное мнение, как в этом плане адвокатура может помочь, чтобы судьи стали более качественными. И, как вы сказали, что вы уже не хотели работать легко, что называется. Заседаниями областных судов рекомендуют кандидатов в составы Высшего судебного совета, судебного жюри и комиссии по кадровому резерву при Высшем судебном совете, а также состав комиссии по качеству правосудия при Верховном суде. Судьи, делегируемые в состав расширенного пленарного заседания Верховного суда, не должны являться председателями, коллеги-председателями судей. Порядок работы пленарного и расширенного пленарного заседания Верховного суда определяется утверждаемым им регламентом. Необходимо нам 2 минуты всего рассказать о статусе судей. В соответствии со статьей 23 статус судей, судьи всех судов Республики Казахстан обладают единым статусом и различаются между собой только полномочиями. Судья является должностным лицом государства, наделенным в установленном Конституции Республики Казахстан и настоящим Конституционным законом порядки полномочий по осуществлению правосудия, выполняющим свои обязанности на постоянной основе и являющимся носителем судебной власти. Правовое положение, ребята, судей определяется вот Конституцией. Конституция, как вы знаете, является основой правовой системы. Правовое пленарного производства по итогам обсуждения выносит соответствующие решения. Также утверждает правила автоматизированного распределения дел в судах. В компетенцию входит также утверждение типового регламента пленарного и расширенного пленарного заседания областного суда. Далее, осуществляют другие полномочия, предусмотренные законом. Пленарное заседание правомочно при наличии не менее двух третий от общего числа судей Верховного суда. Расширенное пленарное заседание Верховного суда, в котором принимают участие судьи Верховного суда, а также судьи местных судов, делегируемые расширенными пленарными заседаниями областных судов, рекомендуют кандидатов в составы Высшего судебного совета, судебного жюри и комиссии по кадровому резерву при Высшем судебном совете, а также в состав комиссии по качеству правосудия при Верховном суде. Судьи, делегируемые в состав расширенного пленарного заседания Верховного суда, не должны являться председателями коллеги-председателями судей. Порядок работы пленарного и расширенного пленарного заседания Верховного суда определяется утверждаемым им регламентом. Необходимо нам в соответствии с вышеуказанным законом у нас в статье 22 предусмотрено пленарное и расширенное пленарное заседание Верховного суда. Пленарное заседание Верховного суда по представлению председателя Верховного суда устанавливает численный персональный состав соответствующей судебной коллегии. По итогам изучения и обобщения судебной практики рассматривает вопрос соблюдения законности при отправлении правосудия. Принимает нормативное постановление, постановление дает разъяснение по вопросам судебной практики и вносит предложение по совершенствованию законодательства. Заслушивает информацию председателя судебной коллегии Верховного суда и руководителя Уполномоченного органа. Также дает заключение в случае предусмотренного пункта 2 статьи 47 Конституции РК. Также в компетенцию входит рассмотрение кандидатуры на вакантные должности председателей, председателей судебных коллегий областных судов, председателей судебных коллегий и судей Верховного суда. Далее утверждает положение научно-консультативным Международным советом в Верховном суде. Также обсуждает вопрос о передаче судебной жюри материалов. Продолжение следует...